Перенос столицы Перенос столица куда? На окраину наших территорий? А на тот момент фактически еще и не наших? Самое уязвленное место. Да еще в разгар Северной войны со шведами. В портовый город, который буквально несколько лет назад, как нам рассказывают историки, заложил на болотах Петр Первый. И вот он уже столица. Для чего же романовские историки пытаются это вбить нам в голову? И что они хотят скрыть от нас? Давайте разбираться. В нашей с вами истории сплошные белые пятна и путаница. А так обычно и бывает, когда эту историю на скорую руку придумывают. И действительно, раньше, в 19 веке, когда Карамзин писал свою историю государства российского, она была воспринята с большим успехом. Но сейчас, век информации, когда начинаешь во всем разбираться, все эти нестыковки, придуманные для общества 19 века, вылезают наружу. Ну вот смотрите, такой интересный момент в конце династии Рюриковичей правят поочередно то Иваны, то Василии. Сплошные Иваны Васильевичи и Василии Ивановичи. Ну вот смотрите, Василий Второй темный, Иван Третий великий, Василий Третий, Иван Четвертый грозный. Кстати, даже приставку «Грозный» имел не только наш знакомый Иван Четвертый, но и его дед Иван Третий. Точно так же их обоих именовали великими. А в эпоху Романовых начинается засилие Алексеев и Петров. Алексей Михайлович Тишайший, потом Петр Алексеевич Великий, Петр Первый. Его сын Алексей Петрович и его сын Петр Алексеевич, уже Петр Второй. Удивительно, что и Петр Первый, и Петр Второй оба Алексеевичи. На Российский престол Петр Первый всходит в 10 лет, а второй в 11. Мы знаем, что правление Второго было совсем недолгим, и он в 14 лет умирает от оспы. А первый этой оспой переболел в 13 лет, но не умер. Ну если верить русскому историку Николаю Устрялову, который пишет историю царствования Петра Великого. Видите некий хронологический сдвиг этих личностей на один год? Так сказать, на одно деление. Но ведь это деление, единица их и различает. Ведь один первый, а второй второй. Первый переносит столицу из Москвы в Питер, а второй наоборот, из Питера в Москву. А взять тех же Екатерин, первую и вторую. Я уже в своем фильме сравнивал автографы этих двух Екатерин. Вот фрагмент из этого фильма. Что интересно, Марта Самуиловна Скавронская, которую мы знаем как Екатерина Первая, тоже Алексеевна, тоже нерусская, тоже взошла на престол после смерти Петра, в ее случае после смерти Петра Первого, а в случае с Софией Августой после смерти Петра Третьего. Одни совпадения, не правда ли? А если посмотреть автографы этих Екатерин, то они тоже очень похожи. Вот автограф Марты Самуиловны, а вот Софии Августы. Что очень интересно, что Петр Третий отрекается от престола, а потом якобы умирает. А Петр Первый так вообще перед смертью подписывает указ, отменяющий древние обычаи передавать монарший престол прямым потомкам по мужской линии. Вследствие чего на русском престоле оказывается Екатерина Марта, то ли Скавронская, то ли Крузе. Послушайте, что, других имен что ли у нас не было? Марта Самуиловна берет в православии имя Екатерина. Но почему София Августа Фредерико берет это имя? Ведь ее имя София, и у нас уже была и Софья Палеолог, и царевна Софья Алексеевна, сестра Петра Первого. Поэтому очень странно, вместо того, чтобы быть императрицей Софьи Первой, она предпочитает быть Екатериной Второй. А вот, например, принцесса Елизабет, или, как мы ее знаем, Елизавета Петровна, дочь Петра Первого от Марты Самуиловны, которая рождена якобы до венчания, особо не переживала из-за своего имени. Хотя оно было крайне непопулярно до нее на Руси. А где популярно имя Елизавета среди монархов? Да в той же Англии. Вот и выходит, что Иванов с Василиями, а потом Петров с Алексеями, как будто дублировали в нашей истории. То же и с Екатеринами. Но это не выводы, это лишь мои наблюдения, которые нужно детально проверять и разбираться в этом. Сегодня мы как раз коснемся двух Петров. Первого и второго, которые переносили нашу столицу с места на место, из Москвы в Петербург и обратно. Ну и начнем с того, что официально нам заявляют, что Петр переносит столицу из Москвы в Петербург в 1712 году. Напомню, что по той же официальной истории этому городу всего 8 лет, на момент переноса туда столицы. Ведь сам Петр его и заложил на болотах в 1704 году. Интересно, что за 8 лет там успели построить? Некоторые церкви строили дольше, а тут целый город, чтобы перенести туда столицу? Но сейчас мы не будем разбирать строительство Петром Санкт-Петербурга. На эту тему я и другие исследователи уже много чего нам поведали. Нас в данном случае интересует сам факт переноса столицы из защищенной Москвы, которая защищена не одним кольцом крепостей, внутри самого города, да еще кольцом городов-крепостей в виде нынешнего золотого кольца России и переносит столицу куда? Не вглубь страны, как это бывает при обороне. Ну, например, во время Второй мировой войны Сталин подумывал перевести столицу в Самару или за Урал вслед за заводами. Нет, Петр переносит столицу на передовую, в самую гущу военных действий. Я напомню, это время разгара Северной войны со шведами. Кстати, у шведов тоже один король Карл сменяет другого Карла. Карл X, Карл XI, Карл XII и так далее. Прямо как у нас с Петрами. Так вот, Петр I перенес столицу в разгар войны, которая заканчивается только через 9 лет, в 1721 году. И более того, перенес столицу на земли, которые фактически еще не были российскими. Эти земли, как и другие земли Лифляндии, Истляндии, Ингерманландии, части Карелии, были присоединены к России и признаны Швецией только в 1721 году нештатским мирным договором. Ну, во всяком случае, так нам говорят официальные историки. Как же так получается, что Петр перенес столицу на территорию формально не являющейся частью России? Но мы прежде всего должны понять, какая причина была у Петра переносить столицу из Москвы в Санкт-Петербург. Ведь перенос столицы – это достаточно сложное организационное мероприятие, чтобы просто быть прихотью взбалмошного монарха. Как нам говорят, Петр мечтал превратить русское государство в морскую державу. Поэтому 27 мая 1703 года он закладывает новый город Санкт-Петербург, который якобы становится русским портом на Балтийском море. Но, по сути, город не закладывался на пустом месте или, как нам говорят, на болотах. На этом месте существовали шведские крепости Нотебург, мы ее знаем как крепость Орешек, Ниншанс и Ланскруна. Крепости Ниншанс и Ланскруна шведы сожгли сами, якобы при отступлении. Ну, а в дальнейшем Петр не стал их восстанавливать. И, например, крепость Ниншанс была срыта аж в 1704 году. Вот, смотрите, есть план местности, занимаемый ныне Санкт-Петербургом, снятый в 1698 году до завоевания Петром Великим с показанием существовавших на ней шведских укреплений. Мы видим, какую большую территорию здесь занимает город Нинштадт или Нин, который и защищала крепость Ниншанс. Но сразу говорю, что этот план, конечно, не Петровских времен. Здесь вот внизу подписано, что это конец 19 века, 1872 год, Санкт-Петербург. Но удивительно, что Петру мало было строить новый город с нуля. Ему еще нужно было срыть предыдущие строения, как то укрепление Ниншанс, которое защищало город численностью в 2000 человек и представляло собой современнейшее по тем временам фортификационное сооружение в форме звезды. Пять бастионов, два дополнительных равелина, два кронверка, второй на противоположном берегу Невы. Вот такой вот макет крепости нам представляют в музее. Но опять же, это все относится к строительству города Санкт-Петербург, информация которой я бы не хотел перегружать этот ролик. Мы должны понять мотив переноса столицы. Итак, Санкт-Петербург становится русским портом на Балтийском море. Но ведь это не так. Сам город портом и не стал. Ведь Петр, как нам говорят, разбирался в морском деле, учился кораблестроению. И Невская губа не предназначена для того, чтобы морские корабли могли подойти к городу или войти в Неву. Недаром ее называют Маркизово лужа. А настоящим портом тогда и сейчас остается Кронштадт, то есть остров Котлин. То есть, чтобы вам было понятно, морские корабли доходили до острова Котлин, Кронштадт, где товар перегружали на более мелкие суда, лодки, баржи, какие-то плоскодонки, которые уже и могли перейти эту Маркизово лужу и доставить товар до Петербурга. А это, как-никак, получается двойная разгрузка товара. И порой путь до Кронштадта занимал намного меньше времени, чем путь от Кронштадта до Петербурга. Сейчас-то, конечно, уже существует морской канал, или, как его называют, фарватор, по которому и могут пройти большие корабли в Петербург. Но это все уже достижение второй половины девятнадцатого века. А при Петре ни о каком городе-порте не могло быть и речи. Так для чего же в этот город нужно было переносить столицу? Порты у нас были и до Санкт-Петербурга, но тот же Архангельск. Или Иван-город, который и строился как порт и выход в Балтийское море. Еще дедом Ивана Грозного, Иваном Третьим. В 1710 году, в той же Северной войне, Петр берет Ригу и Ревель, нынешний Таллин. И это были отстроенные, готовые города, чтобы принять там столицу. Причем европейские города и отличные порты. Отсюда мы видим, что Санкт-Петербург был выбран столицей по другой причине. Но историки нам твердят, что стране нужен был выход к Балтике. Ведь Петр изучал за границей морское дело. И по возвращению из Великого посольства Петр и основал Балтийский флот. Ну а в Великом посольстве историки рисуют Петра просто сверхчеловеком. Петр улавливает все на лету и вдобавок ко всему этому обладает еще удивительной трудоспособностью. Всего за полтора года этой дипломатической миссии Петр успевает овладеть мастерством плотника на верфях Ост-Индийской компании в Голландии. В Пруссии он очень быстро осваивает артиллерийское дело. В Англии он изучает строительство верфи, пополняет свое кораблестроительное образование. Петр осматривает арсеналы, доки, мастерские. А при этом еще ведет дипломатические переговоры. Заручается поддержкой иностранных держав в борьбе против Османской империи, чтобы Россия могла получить выход к Черному морю. Также заручается европейской поддержкой в предстоящей войне со Швецией. И все это он успевает сделать за полтора года. Люди жизни своей кладут, чтобы стать мастерами в какой-то отрасли, а Петр Первый все хватает на лету. Не чурается даже тяжелой физической работой. Ай да русский царь! Ну, видимо, этим романовские историки хотели царя поставить ближе к народу. Сделать его своим. Но своим Петр для народа не был. И вот пройдя такое экспресс-обучение в Европе, Петр приезжает в Россию и начинает войну со Швецией. Северную войну. Основывает Балтийский флот. И вот, можно предположить, что Санкт-Петербург, основанный Петром практически в это же время, и будет являться базой военно-морского флота. И именно поэтому он переносит сюда столицу. Но и тут выходит много минусов. Той же зимой акватория замерзает. Вдобавок сама гавань имеет высокую опресненность воды, в которой деревянные корабли петровских времен достаточно быстро гниют и приходят в негодность. Ну и в конце концов, запереть этот флот в Финском заливе не представляло никакого труда. И уже даже во времена Петра это делали шведы. То есть, что у нас получается? Санкт-Петербург не самая лучшая база для военно-морского флота. Не самый лучший порт из-за маркизовой лужи. Но каким-то образом он становится столицей России. И это все в разгар северной войны со Швецией, когда враг может дойти до этой столицы меньше, чем за сутки. А если еще к этому прибавить погодные условия и совершенно неплодородные земли в окрестностях Санкт-Петербурга, которые по сути являются малопригодными для ведения сельского хозяйства. И чтобы прокормить Петербург как столицу, еду приходилось возить издалека. Если честно, мне даже непонятно, как поначалу, когда еще не было налажено дорожное сообщение с Петербургом, питались хотя бы те же крестьяне, которые строили его. Почему-то историки нам про это не рассказывают. А ведь в петровские времена этот город не был перекрестком торговых путей, куда со всех сторон свозились разные товары. Он стоит на отшибе, можно сказать, особняком. И вот представляете, вопреки всему этому Санкт-Петербург становится столицей нашего государства. Хорошо, факт вроде бы неоспоримый. Санкт-Петербург – столица Российской империи. Но мы попытались найти какой-то указ об этом, или манифест, или просто запись, но, вы знаете, не смогли. Полное собрание законов Российской империи с 1649 по 1825 год. Там не только законы, всевозможные указы, манифесты и прочие важные записи. Так вот, за 1712 год официальные историки именно этим годом датируют перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург. Нет не то, что указа о переносе столицы. Нет даже никаких упоминаний об этом. Как будто столица сама собой взяла и перенеслась. Удивительно, что в этот же год, 1712, для Петра он, видимо, выдался очень богатым, состоялась свадьба Петра с Мартой Самуиловной, Екатериной I. Опять же, это нам говорят историки. Но вы представляете, и это событие не отмечено в собрании законов Российской империи. А откуда же мы узнаем о этой свадьбе? А узнаем мы из гравюры. Как нам говорят, это гравюра Алексея Федоровича Зубова, который в то время и работал в Санкт-Петербурге, и состоял в Санкт-Петербургской типографии. Но и это нам говорят историки, так как гравюра не имеет подписи автора. Если посмотреть другие гравюры Зубова, вот, например, Летний дворец Петра I и Летний сад в Санкт-Петербурге, 1716 год. В правом нижнем углу мы четко видим подпись автора. Так мало того, что на этой гравюре нет подписи автора, на ней удивительным образом не проставлена дата. То есть написано февраля, потом пропуск, дня 1712 года. Либо эта дата была стерта, либо просто не проставлена. И вообще тут написано изображение брака его царского величества Петра I, самодержца Всероссийского и прочее, и прочее, и прочее, который справлен в Санкт-Петербурге февраля, неизвестно какого дня, 1712 года. И на самой гравюре стоят цифры, а внизу просто подписи. Его величество, ее величество. Какие-то министерские принципальные дамы, послы, российские министры, генералы и так далее. Интересно, что под шестым номером указан маршал, его светлость, князь Меньшиков. Но почему-то персона ее величества для нас остается загадкой. Тут нигде не написано, что это Екатерина I или Марта Самуиловна Скавронская. Нет, это брак Петра I, а вот с кем, непонятно. То есть вот из этого документа наши историки и делают свои соображения. И то же самое относится и к переносу столицы в 1712 году из Москвы в Санкт-Петербург. Никакого документа о переносе мы не нашли. Неоднократно, внимательно прочитали все документы, относящиеся к 1712 году. И в 13, и в 14, и в 15 нет даже никаких косвенных упоминаний. Только спустя десятки лет появляются указы о переезде всяких там учреждений. Вот и получается такое сложное организационное мероприятие, как перенос столицы, происходит сам собой. Как будто не нужно перевозить кучу министерств со своими документами, казну, чеканный монетный двор, всевозможные государственные приказы, армию. А это же логистика. Как перевозить? По воде? По суше? Сколько на это выделяется финансов? Ведь вы понимаете, что это не могло пройти само с собой и вот так вот бесследно. Но почему-то не издаются никаких указов о переносе столицы. То же самое относится и к Петру Второму. Нам историки рассказывают, что в правление Петра Алексеевича, внука Петра Первого, столица формально переносится обратно в Москву. Скажу вам честно, я потратил немало времени, пролистав все указы за 1727 год, 1728 год, но ничего похожего на указ о переносе столицы обратно в Москву я не нашел. Зато нашел много чего интересного. Вот смотрите. Вот манифест под номером 5007, окончание императрицы Екатерины Первой и о восшествии на престол императора Петра Второго. Здесь покойная императрица названа бабкой. Да, прям так и написано. По неже, по воле всемогущего бога, всепресветлейшая, державнейшая, великая государыня Екатерина Алексеевна, императрица и самодержица Всероссийская, наша любезнейшая государыня бабка. Меня это немного заинтересовало. Ну сейчас назови кого бабкой. Это будет воспринято за личное оскорбление. А тогда, смотрите, слово и бабкой называли августейших персон. Да не просто августейших, а императриц всероссийских. Мне это, кстати, показалось странным, так как Екатерина умерла в 43 года. Попробуй сейчас 43-летнюю женщину назови бабкой. Ну и по сути своих внуков у нее еще не было. Принцессе Елизавете. На момент кончины Марты Самуиловны было всего 18 лет, а старшей Анне 19. И только через год она родит наследника престола Петра III, Карла Петра Ульриха. Если честно, я подумал, что бабка это некий оборот речи, пока не увидел, что и Петра I называли дедом. Вот смотрите, усопший государь дед, его императорское величие Петр I. Вот так вот, видимо, при малолетнем императоре Петре II называли его предшественников. Я, честно говоря, не знаю, кто это придумал. Я нашел сообщение о коронации Петра II. Этот указ здесь называется «О благодарственном под церквам молебствии во всех губерниях и провинциях по случаю благополучного совершения коронации императора Петра II». Даже не пишется, где его короновали. В Москве или где еще. Тут есть и завещание императрицы Екатерины I. Это называется «Тестамент блаженной памяти императрицы Екатерины I». Первый великий князь Петр Алексеевич имеет быть «сукцессором». Латинское слово обозначает «приемником», «приемственность». И именно со всеми правами и прерогативами, как мы он им владели. До многоточия лет не имеет за юностью в правительство вступать. Что-то с годами они не определились или решили потом допишут. «Во время малолетства имеет администрацию вести», «наши обе цесаревны», «герцог» и прочие члены Верховного Совета, который общее из девяти персон состоять имеет. «Пятое» и «Сим» иметь полную власть правительствующего, самодержавного государя, токмо-определение о «сукцессии» ни в чем не отменять. «Сукцессия» — это «приемственность», если вы еще не забыли. Несколько пунктов пропущу, здесь ничего интересного, а вот девятый пункт, смотрите, некий откуп. «Каждая из цесаревен понеже от коронного наследства своего родного отца выключены». В некоторое награждение, кроме приданных 300 рублей, здесь звездочка и сноска внизу, судя по пункту десятому, должно полагать, что здесь пропущено слово «тысяч». То есть по 300 тысяч рублев и приданного 1 миллион рублев наличными деньгами получить, и оные во время малолетства великого князя им по малу заплачены быть, которых ни от них, ни от их супругов никогда назад не требовать. И вот десятый пункт. «Пока лета администрации продолжаются, иметь каждой цесаревне сверху прежних по 100 тысяч рублев плачено быть». Это, к слову, куда уходили деньги, собранные с крестьян. 300 тысяч, миллион, еще 100 тысяч. Что это за деньги, чтоб представляли? Вот тут я нашел под номером 5074 от 18 мая именной, объявленный из Верховного Тайного Совета Сенату, о назначении жалования государыням царевным на содержание их двора. «Сего мая восьмого дня указали мы государыням царевным на содержание их двора, из прежней их дачи, давать царевне Екатерине Иоанновне по 10 тысяч, царевне Просковье Иоанновне по 12 тысяч рублей на год». Вот так вот, представляете, на содержание двора царевны хватало 12 тысяч рублей на год. Что такое миллион четыреста рублей? А вот еще указ 51.14 июля 4-го. «Именные, объявленные из Верховного Тайного Совета Сенату, о назначении царевны Анны Петровны и герцогу Галштинскому на содержание 100 тысяч рублей и о сборе доходов с острова Эзель по-прежнему в Риге. Указали мы, я, высочеству государыня царевны Анны Петровны и его королевскому высочеству герцогу Галштинскому». Это, кстати, родители Карла Петра Ульриха, которого мы знаем как Петра Третьего. Так вот, на содержание их дома, вместо всего того, что к ним из кабинета, из дворца и из других мест отпускалось, давать ныне на год по 100 тысяч рублей. Постойте, но они даже не в России жили. Анну Петровну отдали за герцога Карла Фридриха Галштинга Торбского. Жили они в городе Кили в Галштинии. Это северонемецкий портовый город. Мало им миллиона 400 наследства. Так давайте содержать всю Галштинию за счет русских крестьян. Попадаются очень интересные указы, так что можете подключаться. В описании я оставляю полное собрание законов Российской империи. За это спасибо надо сказать Алексею Зайцу. Читайте, находите что-то интересное, присылайте, пишите в комментариях. Это очень большие объемы и одному человеку их просто не прочитать. Но что касается переноса столицы в Петербург, либо в Москву, здесь мы ничего не видим. Хотя вот, все та же Анна Петровна. Видимо не пошли на пользу эти дарованные ей миллионы, так как в 20 лет она умирает. И вот указ под номером 5303. О посылке в Галштинию двух кораблей для препровождения тела блаженной памяти государыни царевны Анны Петровны в Санкт-Петербург и об истребовании от герцога Галштинского копии с завещания покойной герцогини. И вот здесь описывается, его императорское величество указал для взятия тела ее высочества блаженной памяти государыни царевны Анны Петровны послать в Галстинью из Санкт-Петербурга два фрегата или кораблей из меньших, на которых быть командиром Шауд-Бенахту-Бредалю. А как те фрегаты с телом ее высочества к Санкт-Петербургу возвратятся, тогда обретающемуся тамо-командиру с прочими как духовными, так и воинскими и гражданскими чинами встретить и погребсти по обычаю и по достоинству ее высочества в соборной церкви Петра и Павла. И так далее. Вот даже есть от 1727 года указ 5103 о переводе водчинной коллегии в Москву. Вы понимаете какой парадокс, что о переводе водчинной коллегии в Москву указ есть, а о переносе столицы нет. Но мы же знаем еще один перенос столицы. Вы помните в 1918 году уже из Петрограда, именно так переименовали Петербург, уже советской властью столица была перенесена в Москву. Неужели об этом переносе столицы тоже ничего нет в советских документах? Давайте посмотрим. Этот вопрос как раз решался на 4-м Всероссийском съезде Советов. И вот, пожалуйста, мы имеем стенографический отчет 4-го чрезвычайного съезда Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. Государственное издательство «Москва, 1920 год». Ищем нужный нам документ. И вот, пожалуйста, декларация фракции РСДРП по вопросу о перенесении столицы. В вопросе о перенесении столицы в Москву Совет народных комиссаров, следуя своим обычным приемам управления, свойственным безответственной самодержавной властью и так далее. Здесь на три страницы. Вы посмотрите, советская власть, значит, печатает документы о перенесении столицы. А для самодержавной власти как-то это было невдомек. То есть вы понимаете, что такое событие, как перенос столицы, никаким образом не задокументирован? Не правда ли очень странно? А давайте посмотрим на столицы других стран. И я думаю, нам станет все с вами ясно. Я уже начинал об этом говорить и приводил характерный пример с Японией. Немногие знают, что Токио, столица Японии, стала не так давно. Во второй половине 19 века, а точнее в 1868 году. Не без помощи внешних сил из Европы и Америки. Именно тогда они начинали диктовать Японии свои порядки, а Япония отказывалась от своих вековых традиций и переодевалась в европейские одежды. Хоть официально Япония никогда не была ничьей колонией, но после переноса столицы из центра материка в портовый город Токио, Япония фактически теряет свою независимость. Еще раз говорю, из глубины материка, из старой столицы Киото, после гражданской войны, которая очень поверхностно отображена в фильме «Последний самурай» в главной роли с Томом Крузом, столица переносится в портовый город Токио. Практически в это же время похожие события происходят и в Китае. Хоть столица неизменно оставалась в глубине материка, в городе Пекин, но в портовых городах разворачивались очень острые события. Так называемые опиумные войны, по сути те же гражданские войны, которые по всему миру устраивают государства-гегемоны, та же Франция, Англия, Соединенные Штаты Америки, и приводят к небывалому росту портовых городов, таких как Шанхай в Китае, которые официально удерживали войска Великобритании. А другой портовый город, Гонконг, вообще был передан в вечное владение Великобритании согласно Пекинскому договору. И только в 1997 году территория Гонконга была официально возвращена Китайской Народной Республике. Вы понимаете, что историю нам преподают точечно. Русским школьникам рассказывают, что происходило в России в этом году, а китайским, что происходило в Китае. Поэтому и трудно уловить связь. Но если мы начнем сопоставлять одни и те же мировые события, которые протекали в одно и то же время практически по всему миру, то это в корне меняет ход истории. Индия со столицей в Дели. А сейчас в Нью-Дели. Это древняя столица, которая находится внутри материка. Удивительно, что местные жители выбирают своей столицей именно города, которые расположены внутри материка, углублены внутрь и хорошо защищены. А портовые города столицами делают как раз захватчики, которые эти города и используют как некие базы, форпосты, куда очень просто подтянуть дополнительные силы, привести провизию, а в случае провала уплыть в Освояси. И таким образом англичане и обосновываются в Индии. Сказать точнее, это британская остындийская компания. Из столицы британских владений в Индии становится город Калькутта, по сути являющийся центром торговли опиумом в то время, который находится на востоке Индии, а на западе портовый город Бомбей, который сейчас мы знаем как Мумбай, в котором с конца 17 века по сути и находилась штаб-квартира ост-индийской компании в Индии. Это была западная база английской колонизации, которая стала административным центром. Население города росло, но испытывало небольшое неудобство с расположением города на островах, которое приводило к заболачиванию местности. И в начале 19 века идет перестройка города, которая имеет цель объединить острова в один город. Точно так же англичане проводят комплекс работ по осушению болот и вокруг Калькутты. Ничего вам это не напоминает? Болото, много островов. А кто-нибудь считал, сколько изначально островов было в Санкт-Петербурге, который якобы тоже построен на болотах? И как соединяли эти острова воедино? А вы знаете такой народ? Маури. Это коренные племена Новой Зеландии. Мы знаем, что Новая Зеландия являлась колонией британской короны. Но что принесли британцы народу Маури, возможно, вы не знаете. Они принесли ряд новых сельскохозяйственных культур и ружья. И главной этой культурой был картофель, который в условиях Новой Зеландии легко выращивался и давал большие урожаи. Стал якобы надежным источником высококалорийной пищи и позволил воинам проводить более долгие военные кампании. Я не удивлюсь, что с картофелем пришел и алкоголь, а продажа оружия, по сути, погрузила Новую Зеландию в так называемые мушкетные войны. Благодаря чему эти Маури практически полностью себя и уничтожили. Но, как говорится, мертвым земля не нужна. И во владении у Маури к концу 19 века осталось только 17% земель. Причем это были худшие земли. А уже в течение 19 века их численность сократилась до 40%. А основным фактором смертности уже были завезенные болезни, к которым у Маури не было иммунитета. Об этом я уже говорил. Это не что иное, как биологическое оружие, которое было применено и к индейцам Америки в виде зараженной оспой одеял. Некое биологическое оружие, о котором я уже рассказывал в своих фильмах. Подсказка будет в правом верхнем углу. Вы видите, что их методы одни и те же. С колонизацией столицы переносятся из глубины материка в портовые города. Так было и в Шри-Ланке, которая раньше называлась Цейлоном. Пару лет назад я делал несколько фильмов по этим островам. Все то же самое. Из древней столицы Канди, которая находилась внутри материка, столица переезжает в портовый город Коломбо. Это 1802 год, когда Цейлон объявлен британской колонией. И пусть вас не вводит в заблуждение столица Австралии в глубине материка. Камберра, как город-новодел, он был построен в начале 20 века. А в момент колонизации Британии основными городами были портовые. Мельбурн и Сидней. Кстати, где тоже в конце 18 века, среди аборигенов, населяющих местность, непосредственно прилегающую к Сиднею, развилась сильнейшая эпидемия оспы, в результате которой тысячи из них погибли. Видите, все как под копирку. Сейчас столица Бразилии, Бразилия, находится в глубине континента. Точно так же, как и Камберра в Австралии, этот город был построен в середине 20 века, в 1960 году. Но всю колониальную историю Бразилии столицей был Рио-де-Жанейро, который тоже на удивление является портовым городом. Как вы думаете, почему в Турции столицей является не Стамбул, бывший Константинополь, отличный портовый город, а Анкара, которая находится в центре материка. И так можно продолжать этот рассказ до бесконечности. Посмотрите на африканский континент, который практически полностью был разделен на государство-колонии. Именно поэтому границы этих государств в основном прямые линии, так как делили их просто на карте. И столицей этих государств также являются портовые города. Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет. Ну, Египет, если делать поправку со столицей не в Каире, а в Александрии. А теперь давайте вернемся к нам. И вспомним, что сопровождало перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург. Я об этом уже говорил в прошлом своем фильме. Петр Первый изменяет наш календарь на римский. Указами законодательно запрещает не только ношение, но и продажу русской одежды, шапок, сапог, седел. За неповиновение предусмотрены серьезные штрафы, каторги. И пусть нам не вешают лапшу на уши историки, которые говорят, что немецкие платья пришли нам, как веяние моды той эпохи. Это ложь, так как уничтожалось все русское, еще начиная с отца Петра Первого, Алексея Михайловича, тишайшего. Вот и одевают на нас парики и колготки с платьями на немецкий манер. Бреют бороды, меняют веру. Я уже не говорю про штрафы, а не хождение на исповедь, которое якобы тайное, но, как мы знаем, все тайное становится явным. И на все эти случайные события накладывается перенос столицы в портовый город, и картофель к нам завозят в этот же период. Но не нравилась им наша репа. И крестьяне не принимали картофель, были картофельные бунты. Поэтому для меня лично перенос столицы в Санкт-Петербург не оставляет никаких вопросов. И вспоминая вот эти вот удивительные карты, планы столичных городов Москвы и Санкт-Петербурга, а мы удивлялись, как такое возможно, когда и Москва, и Санкт-Петербург обозначены как столичные города. И тут все сразу встает на свои места. То есть официальная столица и столица европейская, колониальная. Ну а кто же эти колонизаторы? Мы постараемся детально разобрать в следующих фильмах. Петр Алексеевич Романов Царя подменили или был он антихристом для своего народа, мы можем только предполагать. Поэтому в этом фильме я хочу обратить внимание только на факты, которые мы смогли найти в документах того времени. Как и почему столица государства из Москвы переезжает в Петербург? Какое отношение к России имеет Священная Римская Империя, титул которой направо и налево получали государственные и военные деятели России? Как с этим связаны непонятные указы Петра о сбривании бород и усов, о ношении платьев на немецкий манер? И для чего же Петр переводит Россию на римский календарь и вместо 7208 лета устанавливает 1700 год? Мы все спрашиваем, как же так получается? То, о чем рассказывают альтернативные исследователи, не находят подтверждения в официальных документах. Но ведь народная молва и человеческая память должна была оставить след неких событий, которые нарочито скрывают от нас романовские историки. И я в очередной раз постараюсь вам объяснить, почему до нас ни устно, ни письменно не дошла настоящая наша история. И нам приходится лишь искать противоречия и нестыковки в официальных документах, чтобы опровергнуть то, что нам пытаются навязать. Ну давайте начнем с Петра Первого, с Петра Великого, с Первого Императора Всероссийского. А что мы вообще о нем знаем? И откуда та информация, которую мы сейчас знаем, пришла к нам? Петр был первый своего имени. До этого ни в России, ни на Руси именем Петр, ни царей, ни царевичей, ни великих князей не называли. И вокруг этого персонажа ходит очень большое количество предположений и разного рода легенд. Петра Первого подменили. То ли его подменили в младенчестве, когда его мать Нарышкина родила дочь, ее незаметно поменяли на мальчика из немецкой слободы. То ли Петра подменили в Великом посольстве, и оттуда вернулся совсем другой человек, которому все русское было чуждо, и чтоб его не раскусили, свою жену запер в монастырь, а сына казнил. Романовские историки прозвали Петра Великим, а в народе он слыл как Антихрист. Я думаю, вы со мной согласитесь, что фигура Петра Первого одна из самых загадочных в нашей истории. А это все потому, что до середины 19 века не было издано ни одного труда с полной историографией Петра Первого. Но как такое возможно? Прогрессивный царь-реформатор Петр Первый, при нем создается Академия Наук, в которой протирают штаны множество ученых-мужей, в основном иностранцев, но в любом случае они должны были написать историю Петра Первого. Тем более, что Петр желал получить историю своего царствования. Сейчас-то, конечно, мы знаем о всех подвигах Петра Великого, но я боюсь, что до середины 19 века о этих подвигах мало кто знал. Ну хорошо, прижизненную историю дел Петровых написать не успели. Он скоропостижно скончался. Так чем ни повод сразу после смерти возвысить имя Петра и написать его историю? Но нет! История царствования Петра Великого пишется спустя 150 лет после его кончины. Николаем Герасимовичем Устряловым пишется тогда, когда не остается ни свидетелей, ни тех, кому эти свидетели могли что-либо рассказать про Петра. И ведь какого события не коснись, у нас все так и делается. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева описывается Пушкиным спустя 60 лет. Война 1812 года описывается Толстым спустя более чем 50 лет. То есть мы видим, что вся наша история пишется под заказ. Ну, а чей заказ нам уже сомневаться не приходится. Это заказ семьи Романовых. Чтобы никто не мог усомниться в легитимности их престола. Но возвращаясь к Петру Первому, ко всем легендам и мифам, которые крутятся вокруг этого персонажа, которые, может быть, и созданы были для того, чтобы отвлечь нас от действительной проблемы. Почему так популярна версия о подмене царя? Кто пустил такой слух? Но боюсь, что утверждать что-то здесь мы не можем. У нас просто нет для этого фактов. Единственное, что нам остается, это искать белые пятна, написанные романовскими литераторами так называемой официальной истории. А ведь таких нестыковок огромное количество, по которым мы и можем судить, что вся эта история не больше, чем литература того времени. Именно что к романовской официальной истории нужно относиться как к литературе, к некому художественному произведению, вымыслу, в котором присутствуют те или иные реальные персонажи и не более того. Ведь Петр Первый жил не так давно, всего-то каких-то 300 лет назад, когда были типографии, печатались книги, гравюры, литографии. Но удивительно тускло освещены первые 28 лет его жизни. Даже спустя 150 лет после его смерти Устряло в своей истории царствования Петра Великого пишет следующее. Читаю. Вот почти все, что сказали современники о юности Петра до 17-летнего возраста. Даже Гордон, нередко видавший его и тщательно записывающий в своем дневнике самые ничтожные мелочи, с кем переписывался, сколько получал окладного жалования, у кого обедал, чем был нездоров, заметил только, что на 13-м году юный царь заболел оспою, болезнью, часто тогда смертельную, от которой сохранило его, однако же, провидение. И более ни слова. Чем занимался Петр, как воспитывали его, какие люди окружали его, мы можем только догадываться из последующих событий. В современных сказаниях не находим о том никаких подробностей. Наконец, он сам, то есть Петр, заговорил о своей юности, раскрыл свою душу и, внезапно, как будто из непроницаемой мглы, явился предвзорами изумленного потомства с несомненными признаками какой-то великой, хотя еще не совсем ясной, мысли. С жившую любовью к наукам и искусству, во всех отраслях знания и ремесла, с пламенную страстью к войне, к битвам, к грому орудий и, что всего удивительнее, с неодолимым величием к морю. И все в таком духе. Из официальной истории мы помним, что юного Петра тянуло в развратную немецкую слободу, где он выпивал, начал курить трубку, предаваться всевозможным утехом, и именно поэтому его мать, Наталья Кирилловна Нарышкина, в 17 лет решила его поженить. На той самой Евдокии Лопухиной, которую он потом заточит в монастырь. А в немецкой слободе компанию Петру составлял знаменитый сейчас Лефорт. Прочту еще чуть-чуть Устрялова. С именем Петра потомство привыкло вспоминать Лефорта. И жаркие приверженцы, и строгие судьи неумолимого преобразователя старинных нравов и обычаев наших равно утверждалось, что Лефорт пробудил в молодом царе, получившем самое ограниченное воспитание, любовь ко всему великому, прекрасному и полезному. Как говорят одни, или страсть ко всему новому, чужеземному, как утверждают другие. Кто первый воспламенил в Петре, воскликает Бергман. Юный гений его к исполинским подвигам и неимоверной деятельности на пользу народа. Тот должен занять и первое место в ряду мужей, ознаменовавших царствование бессмертного монарха. К несчастью, говорит Карамзин, сей государь худо воспитанный, окруженный людьми молодыми, узнал и полюбил женевца Лефорта, который от бедности заехал в Москву и весьма естественно, находя русский обычай для него странными, говорил ему об них с презрением, а все европейское возвышал до небес. Вольные общества немецкой слободы, приятные для необузданной молодости, довершили Лефортова дело, и пылкий монарх с разгоряченным воображением увидел Европу, захотел сделать Россию Голландией. Но, к сожалению, нам не говорится, почему Петр был так дурно воспитан, и как вообще нищий Лефорт мог оказать на него неизгладимое впечатление. Официально мы знаем, что Петр это первенец от второй жены Алексея Михайловича Тишайшего Натальи Кирилловны Нарышкиной. А первой женой Тишайшего была Мария Ильинична Милославская, которая родила ему тринадцать детей. Нарышкина же, вторая жена, родила ему только троих. Тишайший был отцом шестнадцати детей. Как нам говорят, трое из его сыновей впоследствии царствовали. Но вот ни одна из дочерей Алексея Михайловича не вышла замуж. Вы представляете, что должно случиться, чтобы Петр Первый взошел на трон? Ведь до него у Тишайшего было пять сыновей. Но по какому-то стечению обстоятельств один за другим эти сыновья умирают. Его первенец Дмитрий прожил чуть меньше года, Симеон чуть больше четырех лет, Алексей шестнадцать лет, причем скончался он внезапно и отчего никто до сих пор не знает. Наконец умирает Тишайший и государем становится Федор Алексеевич. Причем замечу, так же, как его отец и дед, Федор Алексеевич вступил на царский престол в шестнадцать лет. Но он тоже был очень слаб и болезнен, как и все сыновья Алексея Михайловича от Марии Милославской. И ничего удивительно, что в двадцать лет он скончался, видимо, скончался скоропостижно, так как не сделал распоряжение относительно престола наследия. Своих детей у него не было, хотя женат был дважды. И от первого брака сын у него умер в младенчестве. А между тем, Петру Первому уже десять лет. И на трон-то должен был войти по всем правилам Иван, последний оставшийся сын Алексея Михайловича от Милославской. И я замечу, Ивану на тот момент уже было пятнадцать с половиной лет. Только что в шестнадцать лет Федор Алексеевич вступает на царский престол, а до него в этом же возрасте его отец Алексей Михайлович Тишайший и дед Михаил Федорович первый царь из династии Романовых точно так же вступали на русский престол. Но удивительно, Ивану этот престол достается только с малолетним братом Петром. Но, как мы знаем, Иван был с детства болезненным и неспособным к управлению страной. Причем об Иване говорили, будто бы он был слабоумен, что возможно являлась следствием болезни эпилепсия, а также еще болел цингой, как нам говорят, хронической болезнью детей Марии Милославской. И якобы признаком этой болезни было опухание ног, что по сути являлось проблемой для передвижения. Но, что удивительно, на все проблемы, связанные со здоровьем Ивана, как-то не отразился тот факт, что до тридцати лет у него уже родилось пять дочерей, одна из которых впоследствии стала императрицей всероссийской, это Анна Иоанновна, у которых почему-то не было ни слабоумия, ни цинги. И все эти моменты, связанные с расчищением дороги к престолу Петру Первому, наводят на определенные мысли. Вот, кстати, гравюра с неизвестного оригинала, созданная в Париже Лармессоном в 1685 году. И на ней изображают цари Ивана и Петра Алексеевичей. И, как нам говорят, это единственное известно достоверное изображение Петра Первого до переворота 1689 года. У меня-то складывается впечатление, что здесь изображены просто близнецы. Ну, во всяком случае, одногодки. Но ведь по официальной истории Иван был старше Петра на 7 лет. И в этом возрасте разница в 7 лет должна быть видна невооруженным глазом. Но ведь мальчик в 15 и 8 лет или в 19 и 12 выглядит абсолютно по-разному. На этом изображении я этой разницы не вижу. Вообще, очень интересно, что нет ни одного прижизненного портрета Петра Первого, написанного русскими художниками. Хотя среди придворных художников были русские. Ну, например, придворным художником Петра Первого был Иван Никитич Никитин. Это русский живописец, портретист, основатель русской портретной школы 18 века. Учился в Италии, Венеции, Флоренции. И как раз после возвращения становится придворным художником при дворе Петра Первого. Но спустя какое-то время после смерти Петра Никитина арестовывают и ссылают в Тобольск пожизненно. А когда его якобы милуют после смерти Анны Иоанновны и он получает разрешение вернуться в Москву, выехав в 1742 году он умирает в дороге. Помните, я рассказывал, что нет ни одного прижизненного портрета Ивана Васильевича Четвертого Грозного. Но это якобы было тогда, когда наши художники не умели рисовать, а по церковным канонам нельзя было изображать лики живых людей. А те парсуны, которые были написаны позже, были выполнены в иконописном стиле, и якобы у них не было задачи изображать портретное сходство с царем. Поэтому все эти парсуны и не похожи друг на друга. Но почему же русские художники не писали Петра Первого в 18 веке? У нас только есть прижизненные портреты Петра Первого европейских художников. Вот, например, портрет работы сэра Готфринеллера, придворного живописца английского короля. Этот портрет находится в английском королевском собрании картин, во дворце Гемптон-Корт, а написан он якобы был во время первого путешествия русского царя за границу. Ну, как мы знаем, по официальной истории Великое посольство Петра Первого началось в 1697 году. И да, это европейская дата, так как летоисчисление Петр поменяет только спустя три года. Здесь же Петр изображен на гравюре в одежде голландского матроса. Ну, я считаю, портреты на гравюре и на картине несомненно очень похожи. Можно, конечно, обсудить черты лица, но я боюсь, меня обвинят в антисемитизме и я делать этого не буду. Кстати, согласитесь, что на этой гравюре отец Петра Первого, Алексей Михайлович Тишайший очень похож на своего сына. Ну, или сын похож на своего отца. Вот еще один портрет работы Питера Вандерверфа. Все то же время первое посольство, узнаваемые черты лица. По всей видимости, Петру здесь 23, 24, 25 лет. Потом, как ни странно, даже у европейских художников идет провал практически в 20 лет, где мы видим уже непухлогубого юнца со слегка заметными усиками, а уже усатого дядьку и по совместительству императора Российской империи. Это все якобы прижизненные портреты Петра Первого европейских художников. Вот Петр на картине Яна Купецкого, Бенедикта Кофра, придворного живописца датского короля, портрет работы Орента де Гельдера, голландского художника ученика Рембранта, а вот уже портрет работы известного французского художника Жан-Марко Натье. Все эти работы выполнены за границей, якобы во время визита Петра то в Париж, то в Голландию, то в Англию. И очень удивляет такое большое количество иностранных работ Петра Первого и отсутствие таких работ среди русских художников. Существует также множество гравюр, на которых среди прочих подписей написано, что Петр отец отечества или Патер Патриае. Именно таким титулом наделяли себя древнеримские императоры. Но где Древний Рим а где Петр Первый? И какая вообще связь может быть Российской империей с Римской империей? Но давайте вспомним, что никто иной, как Петр, ввел на Руси римский календарь. Его еще называли Юлианским. И тогда у нас 7208 лето превратилось в 1700 год. Что от этих изменений получила Россия, перенеся с сентября на январь начало года, я думаю, не только мне, но и многим, непонятно. Официальная история невнятно объясняет причины этого перехода. А вот если рассматривать этот переход как некий общий знаменатель внутри Священной Римской империи или империи по отношению к своим колониям, то тогда все встает на свои места. И ведь не думайте, что титул Отец Отечества это просто некий оборот речи или же просто дополнительная приставка и так к длинному перечислению регалий царя. Нет, титул Отец Отечества и наименование Петра Первого Великим было при жизни Петра 22 октября 1721 года, о чем есть запись в полном собрании законов Российской империи под номером 3840 октября 22 акт о поднесении государю царю Петру Первому титула императора Всероссийского и именований Великого и Отца Отечества. Давайте я вам кое-что зачту из этого акта. В 20-й день сего октября по совету в Сенат общее с Духовным Синодом намерение восприято Его Величество в показании своего должного благодарения за высокую Его милость и отеческое попечение и старание которое Он о благополучии государства во все время своего славнейшего государствования и особливо во время прошедшие шведские войны явить изволил и всероссийское государство в такое сильное и доброе состояние и народ свой подданный в такую славу у всего света через единое токмо свое руковождение привел. Как-то всем довольно известно именем всего народа российского просить дабы изволить принять по примеру других от них титула Отца Отечества императора Всероссийского Петра Великого. Ну и дальше тут описывается что князь Меньшиков от всего сената с письменным прошением к его величеству чтобы Петр Первый принял сей титул. Дальше тут прям спектакль описывается. Зачту то его величество по своей обыкновенной и достохвальной модестии или умеренности того принять долго отрекался и многими явленными резонами от того уклоняться изволил. То есть его пришлось еще поупрашивать. Однако ж по долгам он их господ сенаторов прошений и предложенным важным представлением последи склонился на то всемилостивейше позволить. Далее идет описание этого действия где Петр принимает титул отца отечества Петра Великого императора Всероссийского и опять зачитаю из которых титул императорский Вашего Величества достохвальным антицессором я тоже не знал этого слова погуглил это якобы человек предшественник предшествующий и так достохвальным анцессором от славнейшего императора римского Максимилиана и дальше в таком духе как будто Петр Первый будет продолжать дело своих предшественников римских императоров когда я рассказывал о Суворове многие удивлялись что Александр Васильевич является генералом фельдмаршалом Священной Римской империи но помимо военных наша элита имела и другие титулы Священной Римской империи вот например всем известный Александр Данилович Меньшиков сподвижник Петра Первого кстати тоже как Суворов он генералиссимус с 1705 года он является князем Священной Римской империи в 1707 году Петром Первым ему пожалован титул светлейшего князя именно Петром Первым был учрежден особый титул титул светлейшего князя Священной Римской империи который являлся наградным и жаловался политическим и военным деятелем империи за особые заслуги перед государством и ликвидирован этот титул был только в 1917 году опять же такое титулование к нам приходит из Священной Римской империи впервые такой титул был дарован императором Священной Римской империи Карлом Четвертом Люксембургским своим курфюрстом то есть имперским князьям из которых потом и избирались императоры а вот вам российские курфюрсты пожалуйста Дмитрий Константинович Кантемир светлейший князь России и Священной Римской империи это российский сенатор господарь молдавского княжества вот смотрите здесь большой список российских дворянских родов российской Священной Римской империи пожалованных титулом светлейшего князя здесь и Долгоруковы и Орловы Потемкин Зубов Безбородко наш друг Михаил Иларионович Голенищев Кутузов Салтыковы Разумовский но что интересно эти титулы жаловались не только российскими императорами Петром Первым Екатериной Второй но также и императорами Священной Римской империи так вот графу Орлову Григорию Григорьевичу пожалован титул князя и светлости императором Иосифом Вторым и Потемкину тоже жалован титул князя и светлости императором Священной Римской империи Иосифом Вторым а уже потом признан императрицей Екатериной Великой Платон Зубов пожалован титулом князя и светлости императором Францем Вторым а это как нам говорят историки последний император Священной Римской империи? Габсбурги. Вы понимаете, Габсбурги даруют титулы якобы российским подданным. Суворов командует имперской армией, Священной Римской империи. Смотрите, граф Павел Александрович Строганов, герой войн с Наполеоном. Во время французской революции числится членом якобинского клуба. Но мы помним вождей якобинцев это Робеспьер, Жоржак Дантон. Помните, я рассказывал, Суворов освобождает Италию, Строганов воюет во Франции. И какое это отношение имеет к России? Но хорошо, Павел Александрович Строганов вообще родился в предместьях Парижа. В 1774 году в семье графа Священной Римской империи Александра Сергеевича Строганова. Помните, я о нем рассказывал в своем фильме про Казанский собор в Санкт-Петербурге. Президент Императорской Академии Художеств. А дети рождаются и живут в Париже. Ну, впрочем, сейчас ничего не поменялось. О Строгановых мы еще поговорим. Когда коснемся темы Сибири. Что такое Сибирь? Как Строгановы спонсировали Ермака? Как захватывали земли Сибири? Ну, я могу привести еще один пример. Герой Украины Иван Степанович Мазепа. Гетман войска Запорожского. Он тоже носил титул князя Священной Римской империи. Утверждать, конечно, я ничего не могу. Я лишь показываю результат своих поисков. Еще раз хочу сказать спасибо Алексею Зайцу. Без него эта работа продвигалась бы намного медленнее. Перебирая кучи документов, актов, указов, приказов, чтобы найти нужный и показать его вам. Вы знаете, удивительно, но в полном собрании законов Российской империи, откуда мы и пытаемся выцедить эту информацию, нет сведений о свадьбе Петра Первого с Мартой Самуиловной Скавронской, которую нас просят называть Екатериной Первой. Мы знаем, что есть гравюры со свадьбы Петра Первого и Екатерины Алексеевны, якобы в 1712 году, но вот почему-то это событие не задокументировано. Опять же, очень странно, что Петр Первый буквально за несколько лет до смерти издает указ о престолонаследии. Вот он как раз под номером 3893 в полном собрании законов Российской империи. Здесь он называется Устав о наследии престола от 5 февраля 1722 года. Вы можете его самостоятельно прочитать, я лишь скажу, что данный указ отменял древний обычай передавать монарший престол прямым потомкам по мужской линии и предусматривал назначение престола наследника по воле монарха. И вот представляете, волей монарха Петра Первого после своей кончины было посадить на российский престол Марту Скавронскую, которая была любовницей Петра Первого и еще до так называемой свадьбы родила будущую императрицу Елизабет, ну или Елизавету Петровну. Как вообще такое возможно? Российский престол это что? Кольцо с бриллиантом, которое можно подарить? То есть Петр Первый считал, что никто лучше не справится с российским престолом, как его любящая жена Марта Самуиловна Скавронская. Но тогда можно усомниться в здравомыслии Петра Первого. Происхождение самой Марты Самуиловны очень спорное. Я его сейчас даже не буду рассматривать. Но даже официальные историки не отрицают, что изначально она была трофеем графа Шереметьева во время Северной войны, который якобы силой взял ее в любовницы. Потом ее покровителем становится князь Меньшиков, сподвижник и фаворит Петра Первого, как я уже говорил генералиссимус и князь Священной Римской империи. Ну а в дальнейшем ее покровителем и любовником становится Петр Первый, который перед смертью сначала пишет указ о престолонаследии, а в дальнейшем провозглашает Марту Скавронскую, императрицей и самодержецей Всероссийской. С нее-то и начинается так называемый бабий век на русском троне. После Марты императрицами российскими становится Анна Иоанновна. Это она дочь якобы того слабоумного царя Ивана Пятого, которых вместе с Петром Первым посадили на трон. Потом принцесса Елизабет Елизавета Петровна, дочь Марты Самуиловны Скавронской. Ну а потом и наша великая София Августа Фредерика, о которой мы еще не раз поговорим с вами. И ведь это женское правление очень интересно, так как с покон веков на Руси женщины-то по сути не правили. Да, я соглашусь, была и Софья Палеолог, и княгиня Ольга, и Елена Глинская, мать Ивана Грозного, да даже царевна Софья, но все они были регентами при малолетних царях. Ну а где правили королевы, мы знаем, да в той же Англии. И если мы проанализируем, как и кому доставался русский престол, начиная со смутного времени, то мы увидим череду бунтов, дворцовых переворотов, незаконного захвата власти с последующим узакониванием. Вот смотрите, даже если принять во внимание указ Петра Первого о престолонаследии. И если б Екатерина Вторая, ну то есть София Августа Фредерика, просто бы убила Карла Петра Ульриха, императора и самодержца российского на тот момент, которого нам просят называть Петром Федоровичем или Петром Третьим, то на трон должен был войти их сын Павел Первый, Павел Карлович. И поэтому Софии Августе нужно было, чтобы Карл сам отказался от власти в ее пользу. Давайте скажу, как я это все вижу. Возможно, я и не прав, но позволю себе высказаться, а вы можете поправить меня в комментариях. Я вижу внешнее управление, то есть надгосударственное управление с так называемыми марионеточными государями, в нашем случае царями-императорами, с ярко выраженной внутренней борьбой за власть. Нарышкины, Милославские, Голенштейн-Гаторп-Романовы, всевозможные Альденбургские династии. То есть при всем величии монарха, будь то Петр Первый или Екатерина Вторая, если он становился неугодным, следовал либо дворцовый переворот, либо скоропостижная смерть. Скажу фразой одного моего любимого персонажа, что чудовища опасны, а короли нынче мрут как мухи. Так, собственно, и было в Российской империи. И вот эти вот всемогущие цари и императоры, сменявшие друг друга на российском престоле, для русского народа все они были кровопийцами. И с каждым последующим жить становилось все тяжелее и тяжелее. А я, попивая чай, разбирая акты и указы, наткнулся на знаменитый указ обритии бород и усов всякого чина людям. Не буду вам его зачитывать, вы его можете найти самостоятельно. Это указ от 16 января 1705 года под номером 2015. И вот вы знаете, я, прочитав его, не мог понять, какая же идея была у этого указа. Ну, например, если бы люди ходили бородатые и цеплялись бородами друг за друга. Распутывая бороды, создавали пробки, какие-то сутолки, мешали городскому движению. Или же бороды мужиков были разносчиками тех же блох. И вот в борьбе с антисанитарией издается указ. Но нет, ничего этого нету. Такое ощущение, что Петр действительно был самодуром и издает неоднозначные указы. Опять попробую высказать свое мнение. Оно, может быть, и не совпадет с вашим. Но тогда напишите в комментарии свое мнение и попробуйте его подкрепить какими-то аргументами. Ну вот не растет борода у Петра Первого и его вельмож. Ну так если они так будут ходить, то они будут выделяться. Ну а зачем захватчикам и кровопийцам себя выделять и обнаруживать? Проще издать указ, чтобы все были похожи на них. Тем самым стать своими. Я уже приводил пример с Японией, которая тоже никогда не являлась колониальным государством. Да, официально не являлась, но по сути была колонией Англии. Можно вспомнить, какая там была борьба с самураями и как им точно так же, как у нас отрезали бороды, у них отрезали косы и также переодевали в европейские одежды. Смотрите, есть несколько указов о ношении платьев. От 4 января 1700 года. О ношении платья на манер венгерского. А вот о ношении всякого чина людям немецкого платья и обуви и об употреблении в верховой езде немецких седел. Смотрите, носить платья немецкая верхняя, саксонская и французская, а исподние камзолы и штаны и сапоги и башмаки и шапки немецкие. И ездить на немецких седлах. Русского платья и черкесских кафтанов и тулупов и азямов и штанов и сапогов и башмаков и шапок отнюдь никому не носить и на русских седлах не ездить. Эти указы за 1701 годом, а вот 1704 год, декабря 22-го. О ношении платья всякого чина людям саксонского и немецкого. О неделании мастерами русского платья, а не торговании он им в рядах и о штрафах за неисполнение сего указа. И вот уже в 1714 году какие были за это наказания. Вот указ 29 декабря, объявленный из Сената, о не торговании русским платьем и сапогами и о не ношении такового платья и бороды. Смотрите, а ежели кто учнет русским каким платьем и сапогами торговать или как русское платье и бороды носить, и за такое их преступление учиненное им будет жестокое наказание и сосланы будут на каторгу, а имение их движимое и недвижимое взяты будут на великого государя без всякой пощады. А торговые люди, которые торговали русским товаром, будут биты кнутом и сосланы на каторгу. Это чтоб вы не говорили потом, что была просто мода на немецкое платье. Согласитесь, читая эти указы, ни о какой моде говорить не приходится. И это начиная с 1700 по 1714 год пытались внедрить и привить русскому человеку другую культуру. Все для того, чтобы паразиты могли внедриться и стать своими. А некоторые и свои становились с удовольствием паразитами. Читая эти указы, мы можем сделать конкретный вывод, что Петр Первый не поддерживает отечественного производителя, а наоборот пытается на законодательном уровне запретить производство всего русского, включая даже сапоги и седла, и на русский рынок привезти иностранные товары, немецкие, то есть товары священной римской империи, германской нации. Сейчас, кстати, тот же Евросоюз можно сравнить с этой римской империей. И давайте-ка вспомним, когда к ним присоединилась та же Прибалтика, Евросоюзу не нужны были товары прибалтийских производителей. Наоборот, они эту Прибалтику использовали для сбыта своих европейских товаров. Да что уж там далеко ходить, вспомним ножки Буша, которыми были завалены российские прилавки, и российский фермер не мог с ними конкурировать. Все-таки о переносе столицы из Москвы в Петербург, давайте с вами поговорим в следующий раз. Я считаю, что это очень важная и серьезная тема. Даже историки нам не объясняют, для чего был перенос этой столицы. Из защищенной Москвы, которую могут защищать несколько кругов обороны, в том числе и города Золотого кольца Москвы. Это тоже оборона Москвы. Столица переносится в практически самое уязвленное место. Но если на это смотреть с другой стороны, то Петербург это и есть тот самый форпост для захватчиков и паразитов. Портовый город, куда очень просто привезти вооружение, солдат, провизию. А в случае поражения быстро собрать свои вещички и уплыть к себе. И если посмотреть все колониальные страны, ну возьмем, к примеру, страны Африки. Алжир, Марокко, Тунис, да та же Ливия. У них все столицы находятся в портовых городах. Колонизаторам так удобно. Но, конечно, все мной перечисленное может быть случайным совпадением. Титулы и звания российских государственных и военных деятелей, перенос столицы в портовый город, переход на римский календарь, законодательный запрет на изготовление и продажу русских товаров, делая Россию рынком сбыта для товаров Священной Римской империи.